Друзья, день добрый. Всех приветствую. Игорь, большой привет вам. Мы небольшую перекличку устроили уже в чате. Я так посмотрю, мы по всей России, не только в России, из разных часовых поясов все здесь. И мы сегодня для того, чтобы поговорить про повторные продажи. Всех приветствую на вебинаре компании 1SBitrix. Мы регулярно устраиваем разные вебинары на тему бизнесовую. С какой стороны посмотреть на бизнес, может быть, с точки зрения техники, может быть, с точки зрения организации процессов. Сегодня мы говорим про клиентов и повторные продажи. Немножко по регламенту я, друзья, скажу вам, что мы сегодня будем делать и сколько мы с вами будем, и как это будет происходить. Мы сегодня с вами полтора часа. Сейчас мы начали, и по Москве в 11.30 мы завершимся. Мы поделим нашу общую сегодняшнюю часть примерно на две. В первой части поговорим про то, как построить работу с повторными продажами. Во второй части больше поговорим про Bitrix24 и как с точки зрения техники отразить то, о чем мы сегодня говорили. Мы с вас собирали вопросы. Заранее они у нас есть отдельно. И вопросы сегодня можно адресовать в чат. Мы постараемся ответить, может быть, не на все, но на самые популярные, на самые интересные вопросы. Ответы дадим. В чате вместе с нами, кроме сегодняшних спикеров, работают наши партнеры. Они очень классно принимают продукт Bitrix24 и не раз проводили клиента от самого старта до использования активного и использования CRM-системы. Вот коллеги написали в чат название партнеров. Можно бросать вопросы прямо в чат. Если у вас есть вопрос про Bitrix24, как что-то сделать, работает ли так, можно ли там что-нибудь придумать, смело адресуйте в чат, коллеги ответят. А мы в конце наших блогов будем отвечать на вопросы, которые есть к нам, к спикерам. Итак, полтора часа. С вопросами все понятно. Я надеюсь, все окей. И, скорее всего, я вас тут томлю немножко, не представляя Игоря, но вроде как Игорь в представлении особенно не нуждается. Но на всякий случай. Игорь Ман, маркетер номер один в России. И если вы заглянете на сайт к Игорю, там написано, что маркетолог – это тот, кто теоретик, например, прочитал книжки и представляет, как это сделать. А маркетер – это практик. И Игорь на самом деле практик. У него огромное количество опыта, разного совершенно опыта. И каждый раз, когда мы с Игорем разговариваем на тему маркетинга, я получаю огромное количество вот таких практически применимых советов. Игорь, честное слово. И на самом деле… Да, на самом деле не каждый из этих, не все из этих советов можно сразу же применить. Поэтому я вам сейчас рекомендую, вот так вот представляя Игоря и предваряя его выступление, записать для себя два, три, может быть, четыре пункта максимум из того, что вы сделаете в ближайшее время. Вот прямо завтра или прямо сегодня. Потому что советов классных там очень много. Самое главное после этих классных советов начать применять их у себя на практике. Игорь, слово вам передаю, аудиторию вам тоже. Хорошо. Михаил, а с презентацией она подгрузится? Я просто сам ее сейчас не вижу. Или мне нужно ее… Да, все, она подгрузилась. Я чуть шире хочу поговорить про повторные продажи, расширить тему и поговорить вообще про правильную работу с имеющейся базой клиентов. Мне кажется, вообще, большое счастье любого бизнеса, когда у него сформирована база клиентов, эта база зафиксирована в Bittrex 24, и компания, и компания, руководство, маркетолог, маркетер понимает, как работать с этой базой. Ну, вообще, на самом деле, здесь немножко неправильно организована работа в большинстве компаний. Надо бы, чтобы, на мой взгляд, на привлечение уделялось внимание, ресурсов примерно 30%, потому что привлечение – это очень важная история. Без привлечения не может обойтись ни один из бизнесов. Кстати, чуть побежал вперед. Перед вами модель Proof, которую я придумал в 2012 году. Ну, именно с помощью этой модели я объясняю, что такое маркетинг своим клиентам или своим слушателям. P – это привлечение клиентов, R – это работа с клиентами, U – это удержание клиентов, и V – это возвращение. Что такое привлечение, я думаю, что объяснять не надо. Это тогда, когда всяческими способами, силами отдела маркетинга, силами отдела продаж, силами руководителей компании мы привлекаем клиентов. Вот что такое работа с клиентами, наверное, нужно объяснить. Работа с клиентами – это тогда, когда вы начинаете правильно работать с имеющимся клиентом, с клиентским потоком. Приложим, у вас магазин, и люди просто заходят к вам в магазин. Вы не имеете контактных данных этих людей, вы работаете с потоком. Но если вы собрали у них контактные данные и уже начинаете работать с базой, это все равно работа с клиентской базой. То есть работа состоит из двух частей. Работа с потоком, и если вы правильно обработали поток, можно еще потом работать с базой. Удержание – это тогда, когда мы пытаемся сделать все возможное, чтобы клиенты, которые покупают у нас снова и снова, если мы правильно с ними работаем, от нас не ушли. Правильная работа действительно залог того, чтобы удерживать клиентов, но помимо этого можно сделать еще определенные вещи. И этому был посвящен один из вебинаров, которые мы с BITX24 проводили. А возвращение клиентов – это такая история, когда клиент уже перестал работать с вами. То есть удержание – это процесс, когда вы пытаетесь удержать клиента. А в какой-то момент он сказал, все, прощайте, расторгает договор, он перестает делать у вас покупки, вы это прям фиксируете в вашем BITX24. И вот все, вы видите, он у вас перестал покупать. И вы можете, я бы даже сказал, вы должны его вернуть. Так вот, надо работать по модели Proof примерно в такой пропорции – 30%. Конечно, это все примерная величина, но сейчас вы увидите, насколько она неправильно организована в большинстве компаний. Треть на привлечение, треть на работу, треть на удержание. И 10% нужно потратить усилий, времени, ресурсов на возвращение. Теоретически, конечно, кто-нибудь сейчас возразит, что если я правильно удерживаю клиентов, они от меня не уходят. Ну, вы тогда святой, потому что нет таких компаний, от которых клиенты не уходят. Даже, ну, предположим, в нашем издательстве «Манова, Новый Фербер», ну, вроде бы все хорошо, и все равно мы фиксируем уход клиентов от нас. Так вот, получается, что если мы посмотрим на реальную ситуацию, то большинство бизнесов, в подавляющем большинстве, практически все свои усилия инвестируют в привлечение клиентов, немножко инвестируются в работу, чуть-чуть инвестируются в удержание. Это вот только сейчас тема удержания клиентов становится интересной, популярной, актуальной, а их практически люди не занимаются возвращением. Ну, потому что, в принципе, не знают, да и потом они просто машут рукой на этих людей, которые от них ушли, и такие, а, ну, ладно, ушли, и, значит, сделать ничего нельзя. Можно, но про это мы сегодня говорить не будем. Сегодня мы будем говорить про то, как правильно работать с клиентами, работать с клиентской базой, но все равно мне бы хотелось, чтобы у вас остался этот слайд. Именно опираясь на него, я объясняю, как нужно правильно работать с клиентской базой и что можно сделать. Вот за словом привлечения, которое большинство людей воспринимает, как «давайте дадим рекламу», на самом деле стоит не только привлечение, которое я называю «привлечение плюс», но и перехват клиентов, а и взращивание клиентов, особенно тогда, когда бизнес решает работать вдолгую. Ну, предположим, партнеры Bittrex 24 активно работают с вузами, и это взращивание потенциальных клиентов. Часть из них придет работать в компании, часть из них будут покупать CRM-системы и выберут по каким-то причинам, ну, потому что им рассказывали про Bittrex 24, когда они учились в вузе, выберут именно Bittrex 24. Работа, ну, давайте я ее пропущу, потому что именно об этом мы сейчас поговорим. А вот удержание, я говорил про то, что у людей нет понимания того, как удерживать клиентов. Еще раз, правильная работа с клиентами – основа удержания клиентов, но помимо этого можно сделать еще пять вещей, как я уже говорил, я про них рассказывал, и когда нам нужно вернуть клиентов, тут, к сожалению, работает только одна технология, она описана мной в книге «Возвращенцы». Ну что ж, вот сейчас у вас есть общая картина в голове. Еще раз, ну, представьте себе компас, да, он вращается в север, юг, запад, восток, и, собственно, также модель Proof позволяет вам правильно работать с вашими клиентами, и компас у вас будет уходить, ну, иногда в привлечение, и это нормально, мы все идем на север, да, иногда на восток, иногда на запад, иногда на юг. И вот тут очень важно понимать, что есть такое северо-западное направление, предположим. Вот тогда, когда компания одновременно начинает заниматься абсолютно всем, либо у нее должно быть очень много ресурсов, либо ее разорвет. Поэтому все-таки правильно поступают те компании, которые сначала правильно выстраивают работу по привлечению, потом ее просто корректируют, потом правильно выстраивают работу по работе с клиентами, мы сейчас с вами об этом поговорим, правильно удерживают и правильно возвращают клиентов. Однажды научившись этому, выстраив эту работу, ты потом это делаешь на автомате, как я уже говорил, с небольшими коррекциями. И, конечно, лучше всего работа по направлениям Proof получается тогда, когда у вас есть Bitrix24, когда у вас есть ARM-система, ну, что для меня, собственно, синонимы. Давайте двигаться дальше. Я хочу рассказать вам историю, которую я сейчас ее каждый раз рассказываю, когда выступаю где-нибудь. Я прочитал больше двух с половиной тысяч бизнес-книг. И, конечно, меня спрашивают, какая книга у меня самая любимая. Самая любимая книга – это книга, благодаря которой ты заработал, вырос профессионально. И вот перед вами книга, которую я прочитал в 93-м году. А сама книга где-то с 75-го года. Ее написал американский предприниматель Харви Маккей, который занимается производством продажей конвертов. И я был сильно впечатлен технологиями, которые он предлагал, а я тогда продавал мини-фотлабораторию. То есть конверт у Маккея стоит цент, у меня мини-фотлаборатория стоила 150 тысяч долларов. Тогда несколько квартир можно было купить шикарных в Москве за эти деньги. Но люди их покупали, люди зарабатывали деньги, но и продавать было сложно. У нас конкуренты были, Кодак, Фуджи. Но мы активно работали с нашими клиентами благодаря советам Харви Маккея. И через некоторое время я получил бонус, на который купил трехкомнатную квартиру в Москве сам. Благодаря его советам. Я написал Харви Маккея факс. Я понимаю, что меня слушают в том числе и молодые люди. Факс – это что-то типа медленного имейла. Я отправил ему факс и сказал, «Господин Маккея, огромное спасибо вам за вашу книгу. Благодаря вашему совету я заработал большое количество денег, купил квартиру. Спасибо вам огромное. На следующий день приполз ответный факс. Молодец. Так держать. И я тобой горжусь». Ну, такая, знаете, чисто американская история. И потом я, говорит, приезжаю в Москву. Пишет мне, «Окей, ты же мне должен. Можно я у тебя в одной из комнат поживу?» Я выступаю на каком-то семинаре. Я такой, типа, ремонт, простите. Но он говорит, «Ладно, ладно, я пошутил. Еще один факс. Я буду жить в интуристе. Приходи на семинар». Ну, я почему-то тогда не смог. То ли мы в Японию уезжали, то ли еще что-то. Я не помню. В Конику как раз. Но я к нему не попал. Но с тех пор я понял одну простую вещь. И я хочу ее до вас донести. Знание, конечно, круто. И здорово, что Bittrex24 делает такие мероприятия. Но знание не делает вас автоматически богатыми. Я прочитал эту книгу. Но только тогда, когда я применил советы, адаптировал советы этой книги к нашей реальности, я смог заработать. Поэтому, еще раз, знание не делает вас автоматически богатым. Михаил был абсолютно прав. Послушав меня, постарайтесь что-то из того, что вы услышали, реализовать на практике. Я хочу вам рассказать такую историю. Многие компании по-разному лиды генерируют в своих компаниях. Мы с моим партнером Иваном Черемных создали где-то около года назад агентство недвижимости высокого класса в Москве i2. И мы кинули клещ среди моих подписчиков. Сказали, мы ищем 20 добровольцев, которые впишутся в программу «Хочу квартиру в Москве». Было много заявок, мы отобрали 20 человек. И через некоторое время, прошло 3 месяца после начала этого конкурса, мы посмотрели на результаты. Из 20 человек трое уже готовы купить квартиру в Москве. То есть они заработали минимум 25 миллионов рублей. Вот тогда, когда ты имеешь план действий, когда ты действуешь по этому плану, у тебя всегда результаты. Видите, квартиру могу купить не только я, квартиру могут купить и другие люди. Но я теперь рассказываю, всегда даю контент. Надеюсь, что вы сможете его применить, и вы сможете купить квартиру в Москве. И если вы чувствуете, что вы благодарны мне за то, что вы заработали на эту квартиру благодаря моим советам, вот вам QR-код, по которому вы можете обратиться к нашему лучшему советнику, так называемых наших агентов, брокеров в агентстве недвижимости. И они сделают лучшую сделку в вашей жизни. Итак, вам уже знакома эта картинка. Мы ее видели, когда мы говорим про правильную работу. Еще раз, в основе BitX24. То есть мало что у вас получится, если у вас правильно не настроено, правильно не работает BitX24. Вот что бы я посоветовал любому бизнесу сделать с имеющейся клиентской базой. Еще раз, поток – это когда люди идут к вам, но вы не можете сфиксировать их контакты. База – это тогда, когда у вас есть контакты, мобильные телефоны, электронные адреса ваших клиентов, и вы знаете, как с ними связаться. По мобильной почте, по имейлу, через социальные сети. Итак, что бы я порекомендовал сделать в каждом конкретном случае? Значит, первое – надо увольнять плохих клиентов. У нас в МИФе… Извините, у нас за окном начали уборку территории. Сейчас я закрою окно. У нас в издательстве МИФ выходила книга, которая называется «Не работайте с мудаками». И она про то, что если у вас в компании есть токсичный сотрудник, то с ним нужно расставаться. Я переложил эту историю на то, чтобы компания озадачилась работой с не клиентами, мудаками. То есть слово «мудак» для вас оскорбительно, то можно использовать любое другое слово, которое вы видите перед вами. Но мы таких клиентов с Иваном Черемных, моим партнером по ITU, называем неправильные клиенты. И вот сейчас я хочу… или не наш клиент. Я хочу вам показать, кого в теории можно отнести к неправильным клиентам, к не нашим клиентам. Но очень важно понимать, что это теория. И каждая компания должна наложить вот эти критерии клиентов, неправильных клиентов на свой бизнес. Я просто хочу вам показать, что в теории неправильный клиент, он демонстрирует некорректное поведение. У него не очень правильное отношение к вашей компании, к вашему бизнесу, к вашим сотрудникам. И он в бизнес-подходах, то есть в работе с вами, он не подарок. Но еще раз, это теория, и очень важно сделать следующее. Нужно сделать… вот сейчас вам покажу. Я работал с компанией «Могучий» и помогал этим ребятам становиться клиент-ориентированными. Когда мы с командой прошли по всем этим критериям, оказалось, что мы решили для себя, с командой и я, что к неправильным клиентам будут относиться только две категории граждан. Это неадекваты и воры и мошенники. Всех остальных они готовы терпеть. Я часто слышу от своих клиентов, что я готов работать с любым клиентом. Ну, вы, конечно, пионер, вы готовы, но вы подумайте про нервную систему своих сотрудников, потому что она точно будет изнашиваться от общения с токсичными клиентами. Поэтому в теории, еще раз говорю, что это длиннющий список, я еще раз его покажу, вот, да, а на практике это может быть совершенно короткий список. Но было бы абсолютно правильно не работать с такими клиентами. Почему? Потому что эти ребята забирают у вас маржу, энергию, ресурсы, внимание, время. И, конечно, там совет, который я вам дам, сразу же увольте их. Но просто перестаньте с ними работать. Вы себе скажете спасибо, ваши сотрудники скажут вам спасибо. И даже клиенты, которые с вами работают, и с этими токсичными клиентами соприкасаются, тоже скажут вам спасибо. Что вы получите? Вы получаете, когда вы их уволите, время, радость, спокойствие и еще такой бонус, который вам точно зайдет, потому что они, ваши плохие клиенты, уйдут к вашим конкурентам, и теперь у них они вот это все будут забирать. Мне кажется, это прямо здорово придумано. Но еще раз я повторю, это теория. А на практике вполне возможно имеет смысл держаться за каждого клиента, особенно в плохие времена. Ну, единственное, что такой еще вопрос, на который я не ответил. Часто люди задают вопрос, увольте, а как? Ну, вообще, на самом деле, самый простой способ – это исключить их из конца коммуникации. Ну, в конце концов, вы можете исключить их из списка рассылки, из спецпредложений, из не приглашать их на мероприятия. И эти ребята, ну, поскольку вы их не контактируете, потихонечку про вас забудут. Ну, а можно просто написать им письмо, извините, мы решили, что мы с такими клиентами не работаем. Если нужны юристы, подключайте юристов. Ну, опять же, каждая компания решает это по-своему. Но еще раз, в теории, это абсолютно правильное решение, на практике каждый решает сам. Двигаемся дальше. Следующая история – это недоклиенты. Ну, кстати, можно я сейчас отмотаю назад и расскажу вам, что так делают на Западе, так делают наши компании. Смотрите, вы можете сделать так, как делал, предположим, есть такая, извините, я после ковида периодически какие-то бренды или руководители забываю, переболел я, не уберегся. Это авиакомпания South West Airlines, и она самая клиент-арентированная компания в мире. Это перевозчик бюджетный, и, естественно, они экономят на чем только могут. И основатель компании, вот я не могу вспомнить его фамилию никак, выстроил очень плоскую структуру. Он – замы, ведущие менеджеры и специалисты. И тогда, когда кто-нибудь жалуется в эту компанию, правило компании, что специалист отвечает на жалобу и ставит копию своего менеджера. Если пожаловавшийся клиент остался недоволен, он жалуется второй раз, теперь отвечает менеджер, ставив копию своего подчиненного и топ-менеджера. Если опять недоволен клиент, теперь отвечает топ-менеджер, ставив копию своих двух подчиненных, и теперь ставит копию своего президента. И если еще раз отвечает этот клиент, недовольный, то есть он продолжает оставаться недовольный, теперь отвечает президент компании, и ставит копию трех своих подчиненных. И вот какая-то тетка, реальная тетка, пишет жалобу, я там ненавижу вашу авиакомпанию, у вас посадка на свободные места, страшный бардак. И менеджер, ну специалист отвечает, там, мем, никаких там проблем нет, мы приглашаем там по рядам, если вы внимательно будете слушать, никакой толпы не возникает. Она опять, у вас еда за деньги, в следующий раз пишет письмо, ну отвечает, как принято уже менеджер, ставит копию специалиста и своего руководителя, топ-менеджера, он говорит, да, у нас еда за деньги, но вы можете поесть дома, вы можете поесть в аэропорту, вы можете поесть по прилету и ничего там, не тратить деньги на борту. Она опять такая, а у вас пилоты хохмят. Ну на самом деле в правилах этой компании у них позиционирование, перевезем вас из точки А в точку Б, максимально безопасно, потому что это очень важно для пассажира, максимально быстро, ну никто не хочет опаздывать, чтобы рейс опоздал, и третье с максимальным фаном. Я повторю, перевезем максимально безопасно, максимально быстро и с большим фаном. И они действительно хохмят, ну предположим, вы заходите в самолет и стюарды говорят, поднимите вашу руку, кто из вас там часто летает, ну я поднимаю руку, предположу. Они говорят, извините, мы сейчас очень заняты, не могли бы выйти в пароход и показать другим пассажирам, как пользоваться ремнями безопасности. И ты такой, сто раз летал, но как этим пользоваться, или как пользоваться маской, или как пользоваться трапом для эвакуации, ты другим рассказать не можешь, что собственно означает, ты не можешь это сделать и сам. И конечно, ты говоришь, не-не-не, спасибо, я не хочу. Они говорят, ну ладно, покажем мы. Или самолет жестко садится, дух удар такой об землю, и пилот по громкой связи говорит, это не я, это асфальт. Ну или там пилот во время взлета говорит, наш самолет обслуживает три стюардессы, Наташа, Катя и Маша. Наташа и Катя замужем, просьба к ним не приставать. Вот Маша, она в свободном поиске. Маша, помаши мужчинам рукой. И Маша такая, Маша рукой, прийти им привет. То есть реально смешно летать этой авиакомпанией, и этой тетке действительно это не понравилось. Ну такая тетка без чувства юмора. В общем, письмо доходит до Герберта Келлихера, я вспомнил этого человека, Герберта Келлихера. Он читает всю эту переписку, понимает, что тетка неадекватная, и он пишет ей так. Уважаемая миссис такая-то, нам вас будет страшно не хватать, летайте другими авиакомпаниями, целую Герберт. Вот поэтому, если вы хотите расстаться с вашими клиентами, делайте максимально вежливо, шлите такие письма, целуйте их и машите им ручкой. Двигаемся дальше. Не до клиенты. Это очень интересная история, которая на самом деле не требует особых усилий от вас. Смотрите, недоклиенты – это те люди, которые проявили интерес к вашей компании, а таких людей очень много, многих бизнесов, и по каким-то причинам у вас не купили. И вам нужно сесть со своей командой и провести простейший мозговой шторм. Скажите, пожалуйста, вы обращаетесь к сотрудникам, почему клиенты у нас еще не купили. Я даже не хочу сейчас предлагать вам варианты, потому что вы их все прекрасно знаете. Ваша задача потом вот эти все идеи конвертнуть в план действий и дожать ваших клиентов до покупки. Двигаемся дальше. Следующее упражнение – это воровка продаж. Мне кажется, мы про него когда-то говорили. Это одно из самых моих любимых упражнений. И вот здесь прям «Битрикс-24» нам просто необходим. Как оно работает? Но перед тем, как я это расскажу, я просто могу сказать, что очень часто люди ищут золотые пули, волшебные таблетки, какие-то чудеса. И вот эта воровка продаж – это реально один из самых простых способов увеличить продажи тогда, когда вы анализируете свою воронку продаж. Но на самом деле мы сейчас говорим не про воронку, а мы говорим про воровку. Я прямо выделяю это слово. Ну, первое, что нужно сделать, это, ну, если… Я, конечно, допускаю, что есть бизнесы, которые еще даже до сих пор не оворонились, но мы… Я не помню, Михаил меня потом поправит, но мне кажется, что только процентов около 20 российских компаний пользуются ARM-системой. А часто, когда я на своих выступлениях спрашиваю, у кого есть воронка продаж, ну, как бы люди там особо даже руки не поднимают. Поэтому я хочу, чтобы вы… Ну, я думаю, что я многих сейчас обижу, чтобы вы четко понимали этапы работы со своим клиентом. Предположим, на рынке B2B, если там широкими мазками. И, опять же, все зависит от ситуации. Это холодный звонок, это… Окей, пришлите коммерческое предложение. Ты шлешь коммерческое предложение, потом интересно, давайте встретимся. Прикольное предложение, выставляйте счет, и потом идет оплата. Ну, я, может быть, что-то пропустил, что бы менял местами. У некоторых несколько звонков, несколько предок. То есть предложение сотрудничества, потом коммерческое предложение, потом участие в тендерной заявке. То есть я понимаю, что в каждом случае все индивидуально, но вот если широкими мазками, это так. И вот наша задача проанализировать стыки. То есть на каждом стыке мы должны решить, что у нас работает хорошо и что у нас работает плохо. Опять же, такой абстрактный пример. Предположим, вы анализируете, что в течение дня ваши сотрудники сделали 100 звонков. И по этим 100 звонкам вы выслали 10 коммерческих предложений. За месяц вы выслали 100 коммерческих предложений, и у вас это привело к пяти встречам. Вы 10 раз сходили на встречу за неделю. Это привело к тому, что вы заключили два договора. Вы три раза делали договор, но два раза только вы получили оплату. Если у вас есть такая конверсия, у вас есть понимание, что самая большая воровка продаж является... Ну, в данном случае, если мы на него посмотрим, очевидно, что мы не умеем делать звонки, и очевидно, что у нас очень плохо работают коммерческие предложения. И очевидно, что у нас встречи плохо перерастает в договор. Все. И, соответственно, это для нас информация к действию. И мы начинаем задавать себе вопросы. А что мы можем сделать на каждом стыке для того, чтобы увеличить конверсию перехода из одного этапа в другой? Ну, предположим, если мы говорим про звонок, я думаю, что много людей делали звонки, то это может быть разговор не вот так вот, когда трубка у уха, а через гарнитуру. Я чуть ли не в прошлом веке еще работал в телекоме, в прошлом веке точно, и уже тогда мы, продавая системы код для код-центров, продавали гарнитуры, и это было мега-освобождение и рук, и у человека не было шейного стихандроза. Ну, то есть очевидно, что глупо звонить с трубкой у уха. Можно звонить стоя. Мало кто знает, что... Ну, если вы посмотрите любой фильм, там, с Ди Каприо, предположим, да, где он там играет какого-нибудь там суперпродавца, он все звонки в определенный момент начинает делать стоя. Он либо начинает его делать стоя, либо потом он переходит и сидя в стоя. Должен быть скрипт. Это правильный подход для очень многих бизнесов, но люди не должны говорить по скриптам, или не должны смотреть в него, или не должны его запоминать. Они примерно должны понимать, как выглядит сценарий разговора, и импровизировать. В очень многих компаниях делают следующее. Напротив вас, ну, как напротив меня стоит такая поставка для смартфона, стоит зеркальце. И ты, когда разговариваешь с человеком, ты смотришь в это зеркальце и улыбаешься, потому что ты видишь себя красавцем, себя любимого, ты видишь, что ты грустный, и ты начинаешь делать такую улыбку, и люди это чувствуют. Потому что когда ты добавляешь улыбку в голос, люди это чувствуют. Ты можешь создавать лучшие практики. Что делать, если человек сказал так? Как действовать, если человек пытается бросить трубку? Что делать, если человек говорит, мне неинтересно? В многих компаниях делается... Ну, тоже мы... У нас есть консалтинговая компания, мы учимы, их партнеры, мы работаем с девелоперами, и когда мы хотим улучшить работу отдела продаж, мы делаем 100% прослушку звонков по определенному чек-листу и анализируем, как звонок начался, как человек представился, как менеджер представился, как он работал с возражениями, как он представил объект, какие он вопросы задавал. И понятно, что если у тебя звонок меньше, чем 80%, ну, вряд ли ты что-нибудь продаж. Очень важно повышать оценку у сотрудника каждый раз, либо есть сотрудник, ну, без таланта к разговорам и не может исправиться, надо его увольнять. Ну, и последняя история. Пытался сейчас понять далеко мне эти очки. Знаете, есть такие очки самолетные, когда ты летишь в самолете, и когда тебе свет в глаза, ты их одеваешь, чтобы поспать. Их можно использовать и при разговоре с крутыми или с важными клиентами, или даже с родителями, потому что, как правило, разговарив с кем-то, мы отвлекаемся на что угодно. И вот история вот в чем. Помните, у нас есть скрипт, но мы не смотрим ни в его. Мы надеваем эти очки и через гарнитуру разговариваем с нашим клиентом. Что происходит? Мы все уходим вслух. Когда мы отключаем глаза, то есть я там не отвлекаюсь, смотрю, там цветок стоит на подоконнике, думаю, ох, надо его полить. Я там смотрю, свеча на подоконнике сгорела на третье, думаю, надо поменять. То есть каждый раз, когда у нас лежат книжки, надо разобрать. И каждый раз, когда я бросаю взгляд на какой-то объект, у меня мысль сбивается. А когда вы в очках в таких, у вас никуда мысль не уйдет, потому что вы сфокусированы на человеке, с которым вы разговариваете. Это мега история для того, чтобы делать очень важные звонки. Я его практикую периодически. Не могу сказать, что постоянно, но я могу сказать, что если я знаю, что если я буду отвлекаться, или мне нужно прям очень серьезно поговорить с этим человеком, мы даже чисто интуитивно иногда закрываем глаза, но закрывая глаза, мы опять же часть мозга, которым должен участвовать в разговоре, парализуем. Потому что мы говорим, что так, держи глаза закрытыми, и ты контролируешь себя, говоришь, не открывай, не открывай глаза, и это опять же сбивает твою мысль. В общем, если вы будете делать на этой неделе, на следующей неделе, еще раз, закрывать глаза, это частично отвлекать свою голову. Поэтому очки для сна – это просто мега история. Однажды я рассказал эту историю на каком-то семинаре и спросил, ну, да знаете, поскольку часто летаю, у меня эти очки всегда лежат в рюкзаке, но я сейчас даже могу дойти до рюкзака, и если бы у меня был сейчас условно рюкзак, и вот очки. Если бы у меня… Это маска уже можно выбрасывать. Вот очки, и, собственно, я говорю, кто-то вот из вас будет делать звонок в ближайшее время, очень важный. И человек такой, да, у меня будет звонок, там, не знаю, там, на миллион рублей. Я ему говорю, держите, расскажете в следующий раз, как оно прошло. Через полтора года я приезжаю в этот город, этот человек там делает такой подгон, очень хороший набор меда, многие догадались, в каком это было городе, водку. Этот город очень славится этой водкой. И, соответственно, говорит, спасибо вам большое, было продано, и сейчас вся моя команда продаж сидит в очках. Поэтому эта история прям прикольная. Так, двигаемся дальше. Можно прибегнуть к консультантам. Предположим, есть Евгений Жигили, который собаку съел, работая в Рольфе, на построении телемаркетинга. И чем хороша эта книга? Есть большое количество руководств от Шифмана, Стивен Шифман, это автор, который написал чуть ли не 10 книг на тему телемаркетинга. Но все-таки это американские технологии, а здесь Евгений как бы приземлил американский сценарий на российский рынок. Можно улучшить компрет, но вот я опять же понимаю, что для многих компаний, работающих на рынке B2B, это самый главный инструмент, а вы в него не вкладываетесь. Это, конечно, большая ошибка. Тут, если не работает коммерческое предложение, можно сделать кучу вещей. Во-первых, его можно улучшить. Я однажды с одной компанией работал как консультант, и мы создали 7 версий, то есть сделали 7 операций, чтобы улучшить коммерческое предложение, но оно действительно стало блестящим, с очень высокой конверсией. Раньше оно было отстой, а потом они сказали, что это прям был бау-бау. Можно перейти в другой формат. То есть все делают в бумаге. Когда все делают в PDF, можно сделать в бумаге. Можно сделать в аудио формате, можно сделать в видео формате. Можно использовать сервис B2B Family. Если вы про него не знали, поинтересуйтесь. Ну, здесь просто, как говорится, в помощь, да, 5 классических ошибок любого коммерческого предложения. Это отсутствие дизайна, слабая визуализация. Ну, то есть у нас, мы когда начинаем одними буковками играть, это, конечно, очень плохо. Можно играть цветом, можно играть шрифтом, можно играть с разделителями, можно играть визуалом. Вообще, на самом деле, именно картинки больше всего привлекают внимание. Именно их нет, как правило, в коммерческом предложении. Ужас. Ужас – это когда коммерческое предложение, коммерческое – это слово коммерция. Нету продажи. Ну, то есть оно информирует, но оно не продает. Или когда оно там обрисовано всем. Ну, смотрите, давайте так. Вот у вас есть Иван Петрович и у вас есть Наталья Ивановна. Вот неужели должно быть два, не должно быть два разных предложения, мужского и женского. Я сейчас читаю очень интересную книгу. Как покупают женщины. Слушайте, я понял, что мы делаем абсолютно неправильно. Когда мы продаем, мы продаем мужчинам. Потому что мы думаем, как мужчины. А нужно думать, как женщина. Хочешь продать женщине, думай, как женщина. Это очень сложно. Я сейчас практически дочитал эту книгу, сделал такой опорный слайд, который я люблю делать. Напишу в социальных сетях. Но сначала поговорю с женой, потому что она тоже у меня маркетолог, специалист по маркетингу, консультант, чтобы проверить, правда это или нет. Но вообще, на самом деле, я удивился, насколько по-другому нужно выстраивать коммуникации с женщинами. Но еще раз, пускай это будет даже не Наталья Ивановна, пускай это будет Иван Иванович и Сергей Сергеевич. Они же разные. Но вы, может быть, даже с ними встречались. И почему вы должны им одинаковое коммерческое предложение посылать? Особенно тогда, когда речь идет о больших сделках, конечно, коммерческие предложения нужно персонифицировать. Ну и, конечно, последний камень и поберод это ужасные тексты с ошибками. Люди, не знаю, даже сервисы главред и не могут прогнать свое коммерческое предложение через него, чего уж тут говорить. В общем, нечего на коммерческие предложения пенять, коли рожа крива. В мифе выходила хорошая книжка Дениса Каплунова, эффективное коммерческое предложение. У Дениса немножко другая точка зрения на то, чтобы коммерческие, ну, как он говорит, есть 9 ошибок, которые совершают люди, которые делают коммерческое предложение. Ну, можете читать книжку, она по-прежнему актуальна, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы Денис ее актуализировал, но посмотрим, сделано это или нет. Ну, и вот, я говорил про то, что можно сделать аудиокоммерческое предложение. Это одна из самых веселых историй, которая у меня связана с рынком B2B. В свое время работал со мной компанией, это было в прошлом веке, можно сказать, нет, это было в 2008 году, не в прошлом веке. В 2008 году, и после кризиса 2008 года ребята попросили меня, ну, поднять им маркинг на какую-то высоту, и одним из самых топовых инструментов у них был, конечно, коммерческое предложение. Они работали на рынке B2B. И я их спросил, в чем проблема? Они говорят, ну, когда мы пытаемся отправить коммерческое предложение, нам все говорят, нам неинтересно читать ваше коммерческое предложение. Я вот цепился за фразу, нам неинтересно читать. И я стал, мы пошли в студию, записали шестью голосами разными коммерческое предложение. И когда менеджер звонил клиенту, говорил, я хочу вам отправить коммерческое предложение, и менеджер говорил, а мне неинтересно его читать. Он говорит, его не надо читать, его надо послушать. Я вам отправлю в аудиофайле, вам каким голосом коммерческое предложение, ну, каким голосом записанное коммерческое предложение вам отправить. Тенор, баритон, бас, сопрано, мецасопрано и контральто. Офигевший клиент говорил, не понял. Он говорит, У нас есть коммерческие предложения в аудиоформате, записанные шестью голосами. Вам какое отправить? Он говорит, ну давайте баритон, давайте сопрано, давайте метасопрано и интересно контральта. Он четыре раза это слушал. Он пересылал это, ну, четыре разных коммерческих предложения, четырьмя разными голосами. Он пересылал это внутри компании. Вся компания ржала, у них просто конверсия была зашкаливающая. Ну, следующее, мы сделали видео коммерческое предложение. Просто хочу вам напомнить, что это был 2008 год. А видео мы сделали в 2009. Поэтому я сильно удивляюсь, почему до сих пор многие компании продолжают слать безликие, непродающие коммерческие предложения и потом жаловаться на жизнь. Ну, или счет. Мы говорили про то, что часто ты выставляешь счет и нет оплаты. Можно разные штуки делать, предположим, в компании манчумных партнеры. Когда мы выставляем счет на оплату, мы посылаем ОС с шоколадкой и пишем, спасибо, что платите, ну, вовремя не откладывая. И, как правило, у нас стопроцентная оплата счетов вовремя. А если кто-нибудь начинает тормозить, тупить, мы отсылаем еще одно письмо, в котором говорим. Идь, в котором говорим. Вам понравилась шоколадка? Присылайте еще. Началый говорит намек. Понял, сейчас плачу. Ну, и реклама. Конечно, у многих людей воронка начинается, которая становится воровкой, начинается с рекламы. И я заметил, что очень много, очень много рекламы делается неправильно. Это может быть отдельная тема для разговора, потому что у нас еще много впереди интересных эфиров. Но по факту люди не умеют делать рекламу. Они не понимают, что для того, чтобы получить лучший эффект в виде лидов, то есть вот этот вход в воронку, да, можно использовать другие носители. Вот сейчас, предположим, пропал Facebook, пропал Instagram. А чем его заменить? Можно изменить сообщение. И это, кстати, самое быстрое решение, когда у нас есть система 12, по которой мы проверяем качество каждого рекламного объявления и улучшаем его перед тем, как выпустить свет. Можно дать рынку другое сообщение. Не лучшее, а вообще другое. И, конечно, можно изменить тайминг, но, предположим, не ловить клиента по вечерам, а поймать клиента утром. Это все возможности, которые у нас теоретически есть. Дальше. Будем. Ну, здесь все очень просто. Есть большое количество клиентов, которые заснули. Ну, то есть они покупали-покупали, а потом перестали у вас покупать. И здесь нужно просто сесть с командой, подумать над тем, какой повод может быть для того, чтобы контактировать с клиента. С этим клиентом сейчас мы про поводы поговорим. Какое им сделать предложение и через какой это нужно сделать канал. ББДЧ. ББДЧ – это, наверное, самая сильная история, связанная с работой, с клиентской базой. Я придумал это, по-моему, в 2012 или в 2014 году. И я, наверное, вот из всех технологий, которые я придумал, я этим горжусь больше всего. ББДЧ – это тогда, когда вы задаете себе вопрос. Ну, не задаете вам работу в стиле ББДЧ – это когда вы работаете, продавая вашим клиентам под четырьмя флагами. Вы продаете им больше, то есть с каждой возможностью вы продаете им больше. Вы продаете быстрее. Потому что когда вы обслуживаете клиента быстрее, вы быстрее получаете деньги, и вы можете обслужить за час, предположим, не одного клиента, а двух. Вы должны стараться продавать дороже. Я понимаю, сейчас прям все, начиная там, прям подпрыгнули и говорят, какой продавать дороже. Сейчас там, не знаю, такая кризис, демпинг и так далее. Но я, наверное, был бы не я, если бы я сказал, что, ребят, надо продавать дешевле. Это все равно та же самая буква «Д». Но все-таки, если вы хотите заработать больше денег, нужно продавать дороже. Как говорят умные люди, будь дорогим или будь бесплатным. И вообще вот эта история с тем, что ты… Ну, где-то я читал, по-моему, Аркадия Мариниса, это есть такой ангел, бизнес-ангел. Он сказал, вот что вы можете сделать для того, чтобы к вашему предложению подрисовать нолик? Вот это прям, ну, хороший вопрос. Я сейчас вам на пальцах расскажу. У нас в мифе выходит книжка, которая называется «Клиенты на всю жизнь». Я надеюсь, что вы ее читали. Эта книга вторая в списке самых моих любимых из двух с половиной тысяч, которые я прочитал. Стоит она 600 рублей. У нас есть такой формат, господи, Покетбук. Стоит она 600 рублей. 690, 700 рублей. У меня есть книга, которая называется «Клиентаритерность без бюджета». Два тома. Вот этот томик стоит 800 рублей. Вот этот томик стоит 7 тысяч рублей. То есть это 7 тысяч рублей, это 8 тысяч рублей. То есть двухтомник стоит 15 тысяч рублей. Еще раз получается, что «Клиентаритерность без бюджета» называется. То есть, ну хорошо, давайте, вот та книжка стоит 700 рублей «Любишь деньги, люби их клиентов». А вот эта стоит 7 тысяч. То есть вот нолик я подрисовал. Но у меня еще есть книга «Барабанная дробь. Любишь деньги, люби их клиентов». Она стоит 69 тысяч рублей. Вы думаете, у меня мучает совесть, когда я продаю ее за 69 тысяч рублей? Я еще думаю, что дешево я ее отдаю. Потому что по факту это пошаговый руководств по превращению вашей компании в клиентарентированную. Так вот, когда я говорю про то, что можно подрисовать нолик, надо просто подумать. И, конечно, создать для клиента максимальную ценность. Давайте теперь внутрь заглянем. В ВВДЧ стиль, еще раз, это когда вы, работая с своей клиентской базой, задаете себе 4 очень важных вопроса. Как я могу продавать больше всем клиентам или избранным клиентам? Как я могу продавать им быстрее? Как я могу продавать им дороже или еще дороже? И как я могу продавать чаще? И вот продажи чаще – это, пожалуй, самый высший пилотаж маркетинга. Потому что мы иногда… То есть я с многими бизнесами работал. И, если честно, 95% бизнесов никогда не задавали себе вопрос, как мы можем продавать что-то чаще. Собственно, на этом и миф выехал в свое время. Мы значительно увеличили продажи книг за счет того, что мы придумали технологии, каким образом можно продавать чаще. Но для того, чтобы продавать больше, быстрее, дороже и чаще, есть определенные трюки, приемы, технологии, бизнес-хаки. Но, предположим, если ты хочешь продавать больше, ты можешь изменить бизнес-процессы. Это тогда, когда ты выпиваешь кофе в кафе, и официант не проходит мимо тебя с задумчивым лицом, а быстро подкатывает и говорит повторить. Тогда, когда ты продаешь пакетами, многие люди не догадались сделать это в своем бизнесе. Когда ты учишь своих продавцов или маркетинг этим озадачивается, как организовать кросс-селл, это тогда, когда ты меняешь мотивацию. Самый простой способ увеличить продажи в любой точке розничной, предположим, это сделать праздник самых больших продаж. Предположим, недавно работал с одним клиентом, у них продажи в магазине максимальные были 36 тысяч рублей на точку. И я сказал, давайте, если это будет, предположим, 37 тысяч рублей, мы делаем праздник. И таким образом все время поднимаем планку. Но за счет идет именно тысяча рублей. То есть если это будет 37-300, это не праздник. Вот 38 праздник, 39 праздник. Прошло 3 месяца, они сейчас праздновали 62 тысячи рублей, 63 тысячи рублей. То есть можно смело сказать практически двукратный рост. И вся компания, ну там не вся компания, два человека, работающие в точке, они просто сильно бьются с другими точками, и они сильно замотивированы в том, чтобы поставить там новый очередной рекорд. Потому что есть мотивация. Ну, в общем, еще раз говорю, можно сделать сотни способов. Но сотни способов это, я сейчас эти сотни способов покажу. Но самое главное – сесть со своей командой и задать себе вот эти 4 вопроса. Вот между тем, что у вас сейчас есть, и между тем, что у вас будет, лежит мозговой штурм или мозговые штурмы, каким образом мы можем продавать ВВДЧ. Еще раз, я практически не видел компаний, ну, может быть, после моих тренингов, только когда люди мне присылают там просто не идей, и говорят, смотрите, у нас большое количество классных идей, как мы будем продавать ВВДЧ. Ну, и, как я говорил, что есть несколько десятков, может быть, даже сотни способов, как это можно продавать. Я понимаю, что здесь каждый пункт требует определенного комментария, но времени нет, и я думаю, что вы без этих подсказок разберетесь с тем, что вам нужно сделать для того, чтобы увеличить свои продажи по технологии ВВДЧ. Но еще раз, может быть, я сейчас скачу назад и просто покажу вам пример, ну, вот, про чаще. Это вот моя любимая история. Я как-то выступал в Ташкенте, и, знаете, обычно на семинарах у тебя стоит на столе бутылка воды, но в этот раз воды было очень много. Понимаете, что Ташкент – город жаркий, но у каждого на столе было по две бутылки воды, у ВИПов стоял там чуть ли не по ящику. И я понял, что кто-то из спонсоров – это производитель минеральной воды. И я вот дошел к этому до упражнения ВВДЧ, я говорю, ребята, хотите я вам увеличу продажи вашей воды? Они говорят, конечно, хотим. Я говорю, ну, смотрите, вот, открываю, беру вашу бутылку. Что у вас тут написано? Название воды, откуда она берется, скважина, в каких условиях ее хранить, и все. Но нам же нужно продавать ВВДЧ, поэтому вот сколько человек должен выпивать воды? А бутылка пол-литровая. Они говорят, ну, там, 2,5 литра. Я говорю, давайте здесь напишем, разместим QR-код и напишем, чтобы быть красивым, умным и здоровым, смотри QR-код. Действительно, есть исследование, что когда ты пьешь воду, ты красив, умный и здоровый. Купите и выпейте еще 4 бутылки нашей воды. Ну, они же специально поставили топом целый ящик, чтобы они больше пили. Но без определенной мотивации с твоей стороны люди это делать не будут. Они такие, круто, спасибо. Ну, я через полгода получил от них контейнер с сухофруктами. Я его ел, раздаривал, выпросил часть, потому что мошка завелась. Но вот ребята были реально супер благодарны. Они сказали, что у них продажи выросли, я уже точно цифры не помню, чуть ли не 15% за пару месяцев после того, когда они изменили эту упаковку. Ну, потому что люди читали и делали то, что от них требовалось. Почему мы это не делаем в нашем бизнесе, я не понимаю. Вот я издатель, и поэтому я все время говорю, читайте больше. И это же, по-моему, на автомате, это вам сказал в самом начале, что там, типа, учитесь больше, читайте больше, занимайтесь больше. Поэтому, ну, даже книжки вам там показал, да. Вы видите, я делаю это чисто автоматически. Ровно то же самое нужно делать и вам. То есть еще раз, делайте. Потому что другая смешная история, которая с водой случилась, это был Омск. Ну, буду ругать Омск. Приезжаю на семинар, то же самое, стоит на столе вода, спонсор. Я говорю, чья вода? Рассказываю историю с тем, что нужно сделать этикетку, покупайте воды больше, пейте больше, чтобы быть красивым, здоровым, богатым. И оставив этот совет маркетологу, который присутствовал на семинаре, уезжаю. Приезжаю через год, опять это вода, но этикетка та же самая. Я такой, блин, кто представляет эту воду? Стоит парень. Я говорю, вы кто? Он говорит, коммерческий директор. А где девушка, которая была маркетолог, уволили? Я говорю, ой, слушайте, год назад я рассказал такую-то историю. Измените этикетку, сделайте там, чтобы быть красивым, здоровым, богатым. Пожалуйста, купите еще там 4 бутылки нашей воды и выпейте. Он говорит, ой, прикольная идея. Я уезжаю, приезжаю через год. Та же самая вода, та же самая этикетка. Я уже такой, говорю, чья вода? Встает такой взрослый мужчина, он говорит, вы кто? Он говорит, я генеральный директор. Я говорю, а где вот ваши коммерческие? Он говорит, мы его уволили. Я говорю, слушайте, у меня есть для вас прекрасная идея. Короче, они все-таки это сделали, когда побывал на семинаре генеральный директор. И я от них получил благодарность. Смешно, там было написано, спасибо большое вам за идею. Продажи выросли на 7%. Наш подарок, тонна воды, самовывоз из Омска ждет вас. Поэтому, если вы кому-нибудь как-нибудь благодарны, благодарите как Ташкент, а не как Омск. Давайте двигаться дальше. Значит, на вырост. Если у вас есть ARM-система, если у вас есть BitX24, то вы можете попробовать использовать технологию на вырост. Что это такое? На вырост, если вы посмотрите на слово на вырост, вы видите, что слово на вырост, я так назвал это технологией, потому что A, B и S – это напоминание про то, что у нас есть крупные клиенты, средние клиенты и мелкие клиенты. Я эту идею утащил, ну, подход. Не саму технологию, а подход утащил у японцев. Японцы, ну, корейцы, они нацелены на работу в долгую. И китайцы тоже, они говорят, если долго ждать, там проплевает труп твоего конкурента по реке. Но вот мы не готовы ждать. Нам, русским, нужно, бац, все и сразу, и сегодня, и вот работать в долгую. Там спроси кого-то, кто будет работать в долгую. Я часто задаю такой вопрос на своих тренингах, немного рук поднимается. Так вот, если мы работаем в долгую, это интересная технология. Как она работает? Смотрите, поделив клиентов на крупных A, на средних B и на малых, мы сможем вырастить мелких до средних, средних до крупных с помощью технологии WoW. Вот технологию WoW я придумал, когда в лет 10 назад тоже работал с банком европейский в Калининграде. И ребята разрешили, я очень люблю клиентов, которые говорят, хорошая идея, попробуйте. И вот они говорят, слушайте, у нас есть клиентская база, мы хотим вырасти за счет нашей клиентской базы. И я им говорю, вот есть такая технология на вырост. Они говорят, ну попробуйте. И они выделили нам небольшой бюджет и дали нам, я уже точные данные не помню, но примерно 50 клиентов в категории C, 20 клиентов в категории B и что-то 3 клиента в категории A. И они сказали, слушайте, вот если вы сумеете у этих ребят увеличить оборот за год, ну то есть смотрите еще раз, вот есть клиенты категории C, предположим, у них годовой оборот 50 миллионов рублей, а клиенты категории B это оборот уже там, не знаю, 300 миллионов рублей. Вот если ты за год несколько клиентов из категории C переводишь клиентов в категории B, понятно, что у тебя продажи выросли. Причем ты практически ничего не делал, ты не привлекал новых клиентов. Вот у тебя есть клиенты, ты просто их подрастил внутри себя. И мы вот придумали технологию ВОУ, которая работала на трех принципах. Надо было дать людям чуть больше внимания. Ну вот предположим, это было смешно, но это работало. Я переименовал клиентов в персональных менеджеров в банке. Теперь они называются персональный-персональный менеджер. То есть вот ты реально берешь визитную карточку, на ней написано персональный-персональный менеджер. Это с одной стороны было смешно, с другой стороны ты как менеджер помнил, что ты персональный-персональный, а дальше ты клиенту напоминаешь про то, что ты должен ему оказывать чуть больше внимания. Обучение. Вот в это мы вложились очень сильно, но вы помните, мне дали небольшой бюджет, поэтому мы просили всех консультантов, которые работали с банком, а их очень много было, читать тренинги, проводить выступления перед вот этими отобранными клиентами. И они очень сильно отзывались, то есть когда мы им рассказывали, ну я сам выступал по маркетингу, рассказывал, что нужно сделать, и консультировал их на ходу, поэтому это реально работало. Ну и потом нужно было дать чуть лучше условия или такие особые условия, потому что все-таки без них люди не растут. Собственно, вы можете попробовать сделать то же самое, и вообще это здравый смысл, особенно заниматься обучением своих клиентов. Мы это редко делаем, это как бы не… Вот Bittrex24 это делает, он вас учит. Почему вам не сделать то же самое со своими клиентами? Вообще учить своих клиентов – это прям прекрасная идея, это не я сказал, это сказали авторы книги ReWork, потому что вот они пишут, вместо того, чтобы пытаться победить в конкурентной борьбе, больше продать, больше потратить, больше спонсировать, просто постарайтесь обучать свою аудиторию больше, чем ваши конкуренты. Точка. Способы, с помощью которых можно учить ваших клиентов перед вами, грубо говоря, это встречи, школа, каналы и публикации. И надо просто посмотреть своей командой, что подходит из этого списка именно для вас. Ну и последняя возможность – это касание ваших клиентов. Это очень важная история, потому что есть очень классная русская поговорка «С глаз долой, сердце вон». Помните, еще поциничнее будет, если ты не даришь, что девушке цветы, это делает кто-то другой. Поэтому очень важно не пропадать из поля зрения ваших клиентов. В свое время, когда я работал директором по маркетингу, и моим руководителем был, я был в регионе, за который отвечал немец, немец, немцы такие очень, как бы, органы, к нему знают, порядок во всем. Вот он меня научил очень простой и эффективной технологии. Он сказал, что с ключевыми клиентами нужно поддерживать уникальный контакт ежемесячно или чаще. И я сделал такую табличку, где были вот так вот поводы, а вот так клиенты. Нет, наоборот, вот так клиенты, а сверху поводы. И, собственно, работая с менеджерами, мы задавали вопрос, вот сейчас апрель, как мы должны коснуться Ивана Ивановича, май, следующий месяц, как мы должны коснуться, там, не знаю, Ольгу Петровну. И вот это вот самый сложный вопрос для маркетинга, да и для продаж, потому что, когда ты спрашиваешь, как вы касаетесь клиентов, какие поводы вы для этого используете, люди, если честно, тупят. Ну, я могу вам показать подборку поводов для касания, и вы можете выбирать что-то из этого списка. Грубо говоря, все поводы для касания можно поделить на две категории. Это личное, ну, когда предложим человеку день рождения или когда день рождения компании, вы можете поздравить руководителя, или тогда, когда он стал лучшим руководителем в отрасли, и вы его коснулись. Это могут быть поводы для касания, основанные на том, что в вашей компании что-то случилось. Ну, предположим, это может быть ваш годовой отчет или ваш годовой отчет положительных эмоций. Кстати, тоже очень клевая идея. Это тогда, когда вы по результатам года пишите, что хорошего вы сделали для своих клиентов. Несколько вы денег заработали или какие там вы продукты запустили, а что клевого вы сделали для своих клиентов. Ну, собственно, как вы видите, идей очень много, и вы можете выбирать из этого те поводы для касания, которые максимально подходят для вашей ситуации, для вашего бизнеса. Один из моих проектов – это сервис Кросту. И раньше, когда мы инструменты запускали еженедельно, мы каждую неделю касались наших клиентов, предлагая им протестить новые инструменты, запустить его в своей компании и быстро перейти от знаний к действиям. Ну, то есть это для меня была супер-возможность касаться наших клиентов еженедельно. Ну что ж, я выхожу на финишную прямую. Еще раз давайте посмотрим на то, что можно сделать с клиентами в широком смысле. Модель-проф. Но когда мы фокусируемся на правильной работе с клиентами, у нас из возможностей достаточно много вариантов, и я про них поговорил, и сейчас хочу просто зафиналить. Не работать с клиентами-мудаками. Те клиенты, которые к вам обратились, но почему-то не купили, дожимайте, задайте себе вопрос, почему они еще не купили. Он даст вам кучу инсайтов, и вы сможете их быстро реализовать. Золотое дно – это воровка продаж. Проанализируйте с помощью Bitrix24 конверсию перехода с этапа на этап, и поймите, где можно что подкрутить очень быстро. Заснувших клиентов нужно будить. Ну, мы предположим, у нас прямо сейчас есть программа. У агентства недвижимости сейчас не самые простые времена, и мы запустили программу, с помощью которой будем клиентов, подобрав, опять же, способ для касания и тему для касания, которые у нас, такое, кладбище ледов. Продавайте BBD-ч. Это мега история. Если, опять же, напрячь мозг со своей командой, можно получить классные результаты. Сложновато, но реально поработать с клиентами по технологии на вырост, взращивая мелких клиентов до средних, а средних до крупных с помощью технологии WoW. И последнее – не забывайте касаться ваших клиентов, потому что если вы это не делаете, это делают ваши конкуренты. А зачем вам это нужно? Ну, что ж, приближу. Вот вам чек-лист, по которому вам нужно поработать в ближайшее время. Спасибо Bitrix24 за то, что они дали возможность вас встрепенуть по этому поводу. Михаил, все. Да, отлично. Я же говорил, друзья, что это море полезного контента, и сделать все сразу практически невозможно. Поэтому моя рекомендация снова – выбирайте что-то, что ближе к вам, что отозвалось сейчас во время выступления Игоря, и говорите, я сегодня или завтра, ну, максимум до конца этой недели сделаю. Лучше, конечно, сегодня или завтра. Статистика показывает, что вот тогда получится. А если до конца недели… Это верно. Там очень длинный горизонт. Мы возьмем пару вопросов сейчас из того, что я вижу. Наверное, я так обобщу чуть-чуть. Спрашивают, изменился ли маркетинг за последние несколько месяцев? Вот он поменялся каким-то образом? По-другому сейчас надо? Так, маркетинг не поменялся. Изменились… Ну, я говорю, просто изменилась тональность. Вот, то есть маркетинг должен быть сейчас вот максимально системным. Вот многие люди начинают прочитать и говорят, фейсбук ушел, инстаграм ушел, что делать? Ну, делать то, что нужно было делать раньше. То есть посмотреть на маркетинг, как на систему. Вы сейчас видите систему работы с клиентами. Базовая система маркетинга – это продукты, это цены, это каналы продаж и это каналы коммуникаций. Вот если кому-то интересно все это узнать в полном формате, 27 апреля у меня будет семинар, который так и называется, «Маркетинг, который нужен сегодня». И я писал у себя в социальных сетях о том, что такое маркетинг сегодня. Прям разложил все это по полочкам, но, конечно, мы будем уходить в детали, когда я буду выступать. Итак, маркетинг должен быть системным. Продукты, цены, каналы продаж, каналы коммуникаций. Маркетинг должен быть оптимистичным, и он не должен паразитировать на том, что сейчас, вот мне очень нравится, спецпредложение во время спецоперации. Блин, ну просто я бы этого человека сразу же уволил бы в своей компании. То есть вот сейчас нужно нести рынку позитив. И самое главное, маркетинг должен быть максимально полезен для отдела продаж. Поэтому я на всякий случай покажу еще одну книгу, которую, если вы маркетолог, сейчас, секунду. Вот книжка, мы тоже про нее как-то говорили с Михаилом. Инструменты маркетинга для отдела продаж. Если вы коммерческий директор, имеет смысл эту книгу прочитать и сказать, маркетинг, сделайте вот это нам. А если вы маркетолог, имеет смысл эту книгу прочитать, прибежать в отдел продаж и сказать, ребята, я сделать могу для вас очень-очень многое. Поэтому еще раз, маркетинг остался тем же самым. Просто сейчас нужно правильно расставить кое-где верные акценты. Я бы сказал так. И тут в продолжении еще есть несколько вопросов про каналы. Каналы коммуникации, каналы продаж. И есть несколько тезисов. Не работают холодные звонки, не работают e-mail, закончился какой-то канал. Есть ли волшебная таблетка? Такой канал работает, такой не работает. Если нет такой волшебной таблетки, то что делать несчастному маркетологу, который не знает ответа? Ну, про каналы коммуникации книжка делаем новое. Про каналы продаж книжка каналы продаж. Но по факту нужно, опять же, нам нужна битрикс24 для того, чтобы понимать, что происходит. Если мы видим, что нет лидов, то нужно сделать, если коротко, следующее. Первое, нужно сделать упражнение, которое называется КНР-тест. Своей командой я тоже про него рассказывал на одном из эфиров. Нужно просто посмотреть, какие инструменты ты используешь сейчас и какие инструменты ты можешь использовать еще. К – это классика, а тебе нужна новая и революционная. Второе упражнение. Ты должен задать себе вопрос, можно ли использовать тот канал про Творот. У нас используется сейчас более эффективно. Предположим, если у нас ушел Инстаграм, мы заменяем его, предположим, там, Тенчатом или, господи, как называется, NowApp. Или, предположим, мы уходим в ВКонтакте или мы уходим в Телеграм. Но если, предположим, у нас есть то же самое рассылка коммерческих приложений, и она не дает хорошего результата, нужно просто задать себе вопрос, как я могу этот инструмент сделать лучше. Ну, поверьте мне, у меня есть такое правило, все всегда можно сделать лучше. То есть, по большому счету, от визитной карточки до коммерческого предложения или рекламы на билборде все всегда можно сделать лучше. Очень много вопросов про книги. Игорь назвал и показал сегодня книг с десяток, наверное, уже. Мы, во-первых, покажем вам запись. И можно будет посмотреть на повторе эту книжку на стоп-кадре и записать к себе. Может быть, зайти на сайт? Ну, вот я их показываю. Спиншот, да. Да, но еще раз, я понимаю, что книжки, может быть, даже вас там заставят еще больше, ну, погрязнуть в раздумьях. Вот сейчас, мне кажется, уже накидали, ну, я накидал вам достаточно большое количество разных идей, которые можно реализовывать, пока и без книг. А книжки потом, семинар потом. Семинар, кстати, 27 апреля, действительно потом. Поэтому пока, по горячим следам, прав абсолютно, Михаил, сделайте то, что вас цепануло больше всего. Игорь, спасибо огромное. Огненный контент. Коллеги в чате говорят большое спасибо. И мы говорим огромное спасибо. Я рад. Спасибо. Так, с Игорем до новых встреч. Мы, друзья, с вами продолжаем. У нас есть вторая часть, в которой мы поговорим про Bittrex24. Я назвал презентацию «Спящие клиенты». Сейчас мы попробуем поговорить, кто такие спящие клиенты, что нам с ними внутри делать. И сначала, в самом начале, нужно, чтобы понимать, что делать с клиентами, понимать, кто эти клиенты. Значит, первый тезис, и если бы вы в чате задали мне вопрос, что делать в первую очередь сейчас в компании, которая условно не автоматизирована, которая живет без CRM, которая не понимает, что у нее в базе происходит, это, конечно, навести порядок в базе и начать каждый канал коммуникации, который у вас есть, в котором вы общаетесь с вашими клиентами, подключать к CRM-системе. Для чего это нужно? У меня тут на слайде есть скриншот из контакт-центра. Это такой раздел в Bittrex24, который позволяет цифровые каналы, практически любые, подключить к CRM-системе. Это означает, что сообщения, звонки, письма из всех каналов, которые поступают к вам, классических каналов, там, телефон, электронная почта, современных каналов, мессенджеров, например, или социальных сетей, вы получаете в Bittrex24. То есть вы их видите, они у вас зафиксированы, и вы можете с ними в дальнейшем работать. Это первый момент. Ну и второй момент, немного сегодня про него поговорим, это возможность быстро отвечать. Скорость ответа достаточно критичная величина сейчас, кто быстрее реагирует на заявку. Я вчера буквально проходил ту же самую процедуру, и сразу же видно, какая компания перезванивает в течение, там, 10 ближайших минут и назначает следующую встречу. Какая компания в течение дня не проявляет себя и остается, ну, с носом, грубо говоря, то есть теряет это преимущество. Скорость критична. Итак, мы подключили вот все эти каналы и начали собирать систему у себя внутри, в базу. И что нам важно понять, тоже в начале этого пути, нам важно понять, как мы с этой базой в дальнейшем будем работать. То есть здорово, если у нас база есть, и мы потом придумаем как, но лучше, конечно, сначала подумать, как вы будете работать с такой базой, как вы будете ее делить, на какие сегменты, и что потом с этими сегментами будете делать. Я для примера набросал здесь, ну, такие три основных направления, в которых стоит подумать. Ну, то есть первое, мы сохраняем базу, про это поговорили. Второе, нам нужно понимать канал связи. Я регулярно говорю, и там, не только в последнее время, что если у вас есть группа в социальных сетях или канал в мессенджере, то это аудитория, которой вы, ну, условно, не владеете, а берете в аренду. Если вдруг вы теряете доступ к своей группе, теряете доступ к социальной сети, то это означает, что вот тот наработанный опыт и те клиенты, которых вы наработали, они больше не с вами. Вы доступа к ним не имеете, сейчас вы с ними взаимодействовать не можете. Поэтому, когда вы продумываете каналы связи и выбираете, какой канал нужен основной, какой резервный канал, мы должны понимать, что инициаторами общения должны быть мы, как бизнес. И поэтому для нас, конечно, критичны мобильный телефон, электронная почта, то те каналы, которые мы в любой ситуации можем использовать для себя. Поэтому даже если у вас сейчас активная очень группа ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно, мы делаем любые действия для того, чтобы получить эти данные наших клиентов к себе, чтобы в любой ситуации иметь возможность проконтактировать с ними. Но и дальше про сегментацию. Вот третий блок – это признаки и свойства. Мы с вами садимся и говорим, как мы будем эту аудиторию делить в дальнейшем. И предполагаем, строим такие гипотезы маркетинговые. Например, нам важна география. И мы говорим, мы разделяем Петербург, Москву, Самару, Ташкент, совершенно разные города. Нам критично понимать, в каком городе наш клиент. Потому что у нас есть, допустим, физические взаимодействия с ними. Мы приглашаем их на оффлайн мероприятия. Либо мы приглашаем их в оффлайн магазин. Либо еще что-то важное, например, страны, разные локации, разные условия. Если нам это важно, мы должны собирать такую информацию. Если мы работаем с B2C-сегментом, то мы должны понимать, например, мы продаем автомобили. Есть ли в семье автомобиль, сколько их, какие марки, сколько ему лет, когда нужно менять. Если мы продаем детское питание и вообще детские товары, нам важно понимать, сколько детей в семье и какого они возраста. Чтобы мы имели возможность сделать целевые предложения. Если мы продаем корма для животных, то нам нужно понимать, какие животные в семье. Корм для рыбок и корм для собак – совершенно разные предложения. Поэтому мы сразу же заносим эти данные в базу. Ну и так далее. Если мы работаем в B2B-сегменте, это, возможно, оборот, возможно, отрасль или еще какие-то критерии, которые будут важны вам в дальнейшем. Вы будете делить такую базу. Значит, здесь хочу сразу предостеречь, что очень хочется, особенно в самом начале, когда вы креативите, что нужно, какие критерии заложите в базу, сделать 50 вариантов, чтобы можно было посегментировать каким угодно образом. Это очень удобно, но с точки зрения практики практически невыполнимо. Потому что эти данные придется заносить вашему менеджеру, скорее всего. На самом деле есть способы, как подтянуть из общих баз по B2B, например, оборот компании или еще какие-то данные из открытых источников, обогатить CRM-систему. Но в основном эти данные придется заносить вашему менеджеру руками. Ну и заставлять человека занести 50 пунктов. Совершенный абсурд, мы такого не получим. Поэтому выбираем наиболее критичные для нас и по ним идем. Внутри CRM Bitrix24 есть такие обязательные поля, когда на определенной стадии сделки, не обязательно все на первой стадии уточнять, что все там 5 критериев мы должны уточнить на первой стадии сделки. Нет, мы можем их раскидать по стадиям. И для того, чтобы, например, выслать коммерческое предложение клиенту, нам необходимо понимать его отрасль и оборот про B2B. Сейчас фантазирую, вы на себя примеряете и определяете, что вам критично для того, чтобы предложение коммерческое выставить. И пока менеджер не заполняет такие данные, он двинуться на следующую стадию не может. Будьте здесь аккуратны, совсем не устраивайте очень жесткую историю внутри CRM-системы, чтобы нельзя было двинуться на следующую стадию. Но это помогает критично важные пункты. Скажем, мы не можем выставить предложение, пока не знаем правду оборота запроса компаний. Ну, невозможно сделать ценовое предложение, пока мы объемов не понимаем. Поэтому, да, вот такие вещи заносите прямо в CRM-систему. Она поможет вам заполнять данные про клиента, формировать такую базу. В карточке CRM это отображается, карточка настраивается либо для всех менеджеров, либо менеджер каждый для себя ее адаптирует, и он понимает, что происходило с этим клиентом, и всю коммуникацию видит в правом столбце, таймлайн мы называем, и критичные свойства. В левом столбце мы оставляем, он открывает карточку и понимает, это клиент B2C, например, тут туристский скриншот, мы можем перевеститься на туристический бизнес, например, по России. И он любит, каждый год ездит в отпуск, и поэтому нужно предложить ему что-то из той подборки, которая сейчас доступна нам. То есть все эти данные есть. Теперь про сон. Спящие клиенты, клиенты, которые есть у нас в базе, вот какой этот сон бывает. Он на немножко заснул, то есть мы его там утром разбудим, и он снова пойдет с нами на работу, снова пойдет в коммуникацию, или он там прилег полежать, мы его реактивируем, или он совсем отвалился от нас, там шансов у нас нет. Как это понять, как это сделать? Ну, во-первых, сама CRM-система подсказывает, как это делается. У нас есть внутри такие счетчики, если вы работаете с CRM B2C24, или с B2C24 в принципе, например, с задачами, вы видите, что у нас есть счетчики, сколько, ну как это, непрочитанных сообщений, или сколько сделок, требующих внимания, находится сейчас в воронке. И когда мы понимаем, что мы не запланировали следующее действие по клиенту, мы подсвечиваем такую сделку. Если следующего действия запланировано нет, скорее всего, его и не будет. Никто его и не сделает, потому что работы много, и мы просто забудем про этого клиента. Мы можем автоматически планировать такие дела, скажем, позвонить в среду в 12 часов. Мы поставили себе такое дело, и если дело не выполнено, мы не выслали коммерческое предложение, или не позвонили клиенту, как обещали, мы такой счетчик тоже покажем CRM-системе. Поэтому оперативный контроль можно осуществить по счетчикам, это хорошая практика, и она действительно показывает приоритеты, к чему прямо сейчас нужно ваше внимание обратить, на что направить. Вот этому позвонить, этому выслать коммерческое предложение, счетчики показывают. Дальше мы смотрим аналитику по сделке, где тоже есть там забытые сделки или забытые клиенты. У нас есть Marketplace, это приложение MarketVitrix24 Market News, где есть большое количество приложений, разработанных нашими партнерами. И там есть прямо приложения, которые показывают забытые клиенты. Сколько мы не касались клиента, когда нужно касаться. И можно либо нативными инструментами платформы, либо инструментами приложений выяснить, где клиенты, которых мы позабыли. А позабыли уже критерии внутри у каждого свои. Вот Игорь привозил в пример, крупные клиенты, нужно каждый месяц каким-то образом касаться. Если клиенты не такие крупные, не такие важные, возможно, у вас будет другой тайминг, а может быть и нет. Может быть, у вас тоже будет каждый месяц какое-то сообщение. Иногда личное сообщение, иногда более массовое. Мы сделали рассылку с результатами нашей деятельности, мы запустили новый продукт или мы выпустили новый кейс, классно помогли какому-то клиенту, мы рассказали об этом другим клиентам из релевантных отраслей. Вот смотрите, вы первую часть вебинара слушали внимательно, я надеюсь, там записывали, смотрели, подсматривали скриншоты, делали, и теперь у вас есть в голове несколько способов, чтобы прийти к клиенту, несколько поводов, давайте так, способов, понятно, разный канал есть, а есть несколько поводов. Пожалуйста, напишите в чат повод прийти к клиенту, с которым у вас была сделка, ну там, больше месяца назад. Пока один может бросить чат, но на самом деле в голове вы у себя придумываете несколько разных, там давайте банальный день рождения не будем писать, то есть все в курсе, но вот какой-то способ, который для вас релевантен, для вашего бизнеса, и вам нужно с этим поводом прийти к вашему клиенту. Значит, мы пока сейчас в чате будем видеть, что это за поводы такие, они где-то будут повторяться, где-то нет, это упражнение не для меня, чтобы я подсмотрел, это упражнение для вас, чтобы вы задумались, и если вы в чате почитаете, сейчас посмотрите, может быть, коллеги, которые с нами вместе, вам подскажут, смотрите, у кого-то будут пересекаться поводы. Вот мы сейчас посмотрим, почитаем это, и, пожалуйста, зафиксируйте это себе для того, чтобы приходить к своей базе, к своим клиентам каждый месяц, каждые два месяца в разном периоде, но вот он есть повод, и с этим поводом необходимо прийти, переложить это на практику, я к этому. Спасибо, друзья, большое за активность. Немножко про сделки, которые у нас не спонтанные продажи, не быстро написали в чат, мы здесь же в чате совершили продажу, а сделки, у которых есть некоторое количество стадий. Мы сначала подумали, посмотрели, выслали замерщика, потом приехал человек, мы выслали коммерческое и вот дошли до финала. Это могут быть сделки неделю цикла или год, 20, не критично. У каждой сделки в Bittrex 24 есть одна стадия выигрыша, такая зеленая, классная, случилось, как мы хотели, и несколько стадий проигрыша. Почему проигрыша больше? Потому что причины проигрыша разные, и мы их должны фиксировать. И когда мы формируем нашу воронку, вот мы выбрали стадии, и формируем отрицательные стадии, стадии проигрыша, мы туда закладываем типичные причины. Мы слишком дорогие, выбрали конкурента, отложили проект, отказались от нашего товара, отказались от постройки дома, если мы там продаем дома или комплектующие для этих домов. Таким образом, мы убиваем двух зайцев. Для руководителя отдела продаж очень просто понять, умеют ли менеджеры работать с возражениями. Я часто рекомендую сделать фильтр по проигранным сделкам, например, по стадии дорого, по результату, или по стадии выбрали конкурента, и послушать, как менеджеры говорят или почитать, если это текстом коммуникации была, как менеджеры аргументируют, нужно так делать или не нужно так делать, лучше выбрать нас относительно конкурента или нет. Это первый момент. Второй момент, вы можете потом использовать это при сегментировании. Вы можете выбрать все сделки, которые были проиграны, потому что проект отложен, и через два месяца использовать это как повод и прийти заново, поставить это менеджером в план, и прийти заново, или автоматически сделать такое событие на следующую неделю, на следующий месяц, на следующие полгода, прийти и спросить, ну, как вам, если мы проиграли конкурентам, как вам работается с нашими конкурентами, нужна ли помощь, может быть, мы в чем-то другом сможем помочь. В общем, используйте это в том числе, рекомендую очень. Ну и, конечно, мы контролируем качество выполненных сделок. Если сделка выиграна, пожалуйста, проконтролируйте качество, это можно делать автоматом, если массовая продажа в чате или по телефону, там, оцените, поставьте лайк, выберите статистику, а можно запускать отдельное исследование, назовем его так, НПС, замерять НПС у наших клиентов, когда заканчивается основная сделка, и следующий человек звонит, говорит, здравствуйте, я отдел контроля качества, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, рекомендуете ли вы нашу компанию, нам нужно это понимать. И оттуда вы тоже очень много обратной связи, хорошие или не очень хорошие, возьмете, но полезные в любом случае, и позитивные, и негативные. Забытые сделки, немножко статистики, Игорь говорил, что если мы забываем клиента, то кто-то другой про него заботится и получает его. Вот статистика мировая, 64% компаний переходят к другому поставщику или выбирают другого партнера из-за недостатка внимания. На слайде нет цифры, но на память около 15-14-15% это те, кто переходят, потому что их не устроила цена или не нашли что-то подешевле. 15% и 64%. То есть люди в основном уходят, потому что мы их забыли. Компании, в компаниях тоже работают люди, уходят от нас, потому что мы регулярно не касаемся. Что можно делать? Мы помним, что мы работаем чаще всего в долгую. Если у нас продукт, который покупают один раз и больше ничего не покупают, подумайте, пожалуйста, что той же самой аудитории, с которой вы работаете, можно продать еще. Какой может быть рядом продукт у вас лежать, чтобы мы продали не только первый, но и второй. Второй. Мы продаем кондиционеры, вам нужно ежегодное обслуживание этих кондиционеров. Возможно, если мы продаем кондиционеры, то мы можем посмотреть на сопутствующие товары или товары этой категории. Может быть, вентилятор нужен через год, может быть, что-то еще. Пожалуйста, устройте такой тоже мозговой штурм внутри своей компании. Какую еще продукт, товар, услугу можно сформировать, сделать или предложить вашим клиентам для того, чтобы они покупали у вас не один раз, а регулярно. Это залог того, что вы платите за клиента, за привлечение, достаточно серьезную сумму сейчас, и работаете с вашим клиентом, отбивая затраты постоянно, тратя меньше на привлечение. Самый первый слайд у Игоря, который был, да? Меньше тратим на привлечение, больше тратим на работу со своими клиентами, на реактивацию. Работаем с существующей базой, это правда, я уже говорил, дешевле, да? Как работать? Сегментируем. Мы выбрали всех, кто в Санкт-Петербурге покупал у нас автомобиль три года назад и пришли к ним сказать, что сейчас самое время обновить автомобиль. Вот у нас там есть специальное предложение. Вот сейчас прям не очень релевантный кейс привожу, да? Наверное, другой немножко нужен, но опять перекладывайте на себя. Как подготовиться? Еще разок, да? Создать критерии. По каким критериям мы будем сегментировать? Второе, ну давайте третье сначала, определите целевой канал коммуникации. Еще раз скажу, что целевой канал коммуникации для нас интереснее всего, если мы коммуницируем в том канале, который контролируем. Это электронная почта, это номер телефона, но сейчас не призываю уходить из социальных сетей, клиентам удобно общаться в социальных сетях. Мы идем за клиентом в любом случае, но резервируем для себя канал, спрашиваем у них номер телефона, почту, если что-нибудь. Спрашивать можно совершенно по-разному, можно предлагать там бонусы за какой-то набор контента, можно предлагать за подписку, скидку, но разные механики есть, сейчас не будем в них даваться, но посмотрите, пожалуйста, в ту сторону. Ну и самое сложное из всех этих трех направлений, это центральное настроить процессы и цепочки, которые должны постоянно работать. Цепочки, которые регулярно работают у вас, это регулярные продажи, скажем, вы продаете каждый год страховку, там классический пример, или вы продаете расходные материалы, которые заканчиваются через 3-4 месяца, там фильтры для очистителей воздуха или там что-то, что имеет срок годности. Это регулярные продажи должны быть автоматизированы, прям настройте сразу это, не оставляйте на откуп сотрудникам, минимизируйте тот самый человеческий фактор. И работайте с ними разными каналами, через имейл, через смс, через голосовые обзвоны. С голосовыми будьте аккуратнее, конечно, видел вопрос в списке, когда мы собирали вопросы перед мероприятием, работают ли голосовые обзвоны или можно использовать роботов. Я всегда говорю, что можно проверить на себе и на своих клиентах и соразмерно поводу. То есть, если нужно просто напомнить о чем-то, и это нормально, напомнить роботам, наверное, да, голосовой обзвон будет окей. Хотя, вот я бы предпочел получить текстовое сообщение в мессенджере или смс-сообщении. Будьте аккуратны с голосовым. В остальных случаях, особенно если продажи у вас дорогие, завязаны на менеджеров, на коммуникации, конечно, голосовой робот не очень здорово здесь работает. Но где работает классная автоматика? Там, где мы и не ждем личной коммуникации. Скажем, вы пообещали за оставленный имейл отправить пакет, подборку каких-то материалов. И вот здесь не нужен человек. Написали боту, бот отправил материалы, все, коммуникация закончила, бот отлично отработал, сэкономил ваши ресурсы. Клиенту и не нужно было общаться с менеджером конкретным. Отдельно подсвечу инструмент, который называется генератор продаж. Это возможность выбрать сегмент какой-то, например, тех сделок, с которыми мы там работали, проиграли, или тех клиентов, с которыми мы начинали общаться, и поработать с ними повторно над повторными продажами. А иногда бывает, что это не повторная продажа, а, наконец, первая продажа. То есть клиент попал к нам в воронку, сделка проиграна, еще покупки не было. Мы пытаемся его реактивировать и со следующим поводом к нему зайти. Называется генератор продаж, посмотрите на него. CRM-маркетинг работает в нескольких, опять же, направлениях. И для повышения конверсии, да, у нас не все сделки сразу заканчиваются продажей. И для повышения повторных продаж, если уже была продажа, мы снова приходим, и для увеличения лояльности. Не всегда мы продаем через CRM-маркетинг, иногда мы просто говорим, поздравляем вас с праздником, поздравляем с днем рождения, вот вам виртуальный букет цветов к 8 марта, вот красивые теплые слова или там видео, или еще что-то, которое мы приготовили для вас, то, что приятное человеку будет получить. Пожалуйста, и на лояльность мы тоже, конечно, целимся. Когда у нас несколько продуктов, вот вы сделали упражнение и сказали, что к основному продукту или услуге у нас есть сопутствующие еще 1, 2, 3 какие-то. Это тоннели продаж. Давайте, опять же, на примерах с автомобилями попробую пояснить. Есть одна воронка, когда мы продаем машину, есть вторая воронка, когда мы продаем сервис к этому автомобилю, есть третья воронка, когда мы регулярно, каждый год, зазываем человека на техническое обслуживание, а потом еще должны продать следующий автомобиль. Если кажется, что продажи машин, квартир, они там раз в 3-5 лет, и это нерегулярные продажи, есть книжка, на память тоже не помню, вот Игорь точно знает книжки, я читаю ее, название периодически забываю, когда прямо на примере автосалона рассказана, популярная очень книжка, прям даже совестно стало немножко, что я подзабыл, на примере автосалона рассказано, как повторные продажи работают, и даже на длинных циклах, 3-5 лет, пожалуйста, машины, квартиры тоже работают. Про человеческий фактор и минимизацию человеческого фактора, то есть про автоматизацию. Одна из моих любимых тем, она редко расшифровывается в нескольких слайдах, поэтому здесь я очень рекомендую с партнерами, которые сегодня у нас в чате работают, и вы с ними потом будете разговаривать, подробно поговорить, что можно автоматизировать внутри вашей компании, где Bitrix24 часть этой работы может взять на себя, а вообще что можно взять на себя, и какие бывают сценарии, немножко скажу, вот просто по направлениям чуть-чуть. Bitrix24 может взять на себя, например, сервисную коммуникацию. Когда я говорю сервисная коммуникация, я имею в виду сообщение, ваш товар доставлен, заберите, пожалуйста, вы записаны, напоминаем, что сегодня к 12 мы вас ждем и так далее. Вот все эти сообщения, когда нужно просто уведомить человека, что все готово, или мы ждем от вас какой-то реакции, или мы ждем от вас оплаты счета, прислать ли вам шоколадку, это все можно автоматизировать внутри Bitrix24. Роботы, как мы их называем, могут присмотреть за менеджером, быстро ли он обрабатывает сделку. Я вначале говорил, что можно установить такой линит у себя, когда мы должны обработать входящую заявку не позднее, чем, скажем, за 4 часа, и настроить автоматику так, чтобы она следила. Если сделка не двигается из этой стадии начальной в течение 4 часов, то робот что-то делает со сделкой. Пишет менеджеру, посмотри, пожалуйста, пишет его руководителю, у тебя сотрудник не успевает, автоматом передает другому менеджеру сделку, пишет клиенту, много-много сценариев можно придумать, зависит от вашего бизнеса, но это можно переложить на робота. Мы их называем роботы и триггеры и делим на две категории. Роботы, то, что делает что-то за менеджера, триггеры, то, что те, которые ждут реакции клиента. Тоже классический пример, вы сделали электронную рассылку и ждете, что кто-то перейдет по ссылке в этой рассылке на вашу страничку. И вот те, кто перешли, они сразу автоматически двигаются на следующую стадию, и уже мы менеджера предупреждаем. Вот смотри, теплые, они проявили интерес, иди, пожалуйста, поработай с ними. Или другой какой-то сценарий. Что еще из автоматизации вкусная и классная, это генерация документов за менеджеров. Никогда не видел человека, работающего в продажах, который бы любил создавать документы. Это всегда вот такая работа вынужденная. Поэтому, если вы говорите, мы заберем на себя эту часть работы, это классно, здорово, хорошо, и это показывает менеджерам, особенно если вы на старте внедрения CRM, что это хорошая система, она добрая к менеджерам, она не для того, чтобы там с палки над ними стоять, она для того, чтобы помогать и работать над продажами, повторные продажи, это же тоже их доход, он увеличивается, и работать проще, то есть рутину передать системе, например, документ. Ну и в конце, друзья, пожалуйста, обучайте сотрудников. Вот мы делаем очень много усилий для того, чтобы обучить вас, рассказываем про разные сценарии, и про продуктовые сценарии, и про маркетинговые сценарии. Если они у вас приживаются, отзываются, вы начинаете их в неделе, пожалуйста, рассказывайте сотрудникам об этом. Bittrex24 тоже поможет так сделать. Внутри у нас есть инструмент, который называется база знаний. Можно все те знания и все те алгоритмы записать. Можно скринкастом, можно просто текстом, можно на видео наговорить, вот как мы сейчас перед камерой включили, наговорили, пожалуйста, и обучайте сотрудников тому, что сейчас им предстоит делать. Вот работа в CRM, строится она таким-то образом, делать вам нужно будет вот это. Вот клиент, если там позвонил с рекламацией, мы делаем следующие вещи. Это база знаний, которая упрощает намного обучение, упрощает вход в компанию. Ну и можно в большой компании сделать такие чаты поддержки. Чат поддержки, например, можно адресовать туда вопрос технического плана. И там всегда есть кто-то из технического отдела, кто ответит на такой вопрос. Тоже рекомендую присмотреться к этому инструменту. Друзья, мы пробежались, у нас полтора часа пролетели, мне кажется, достаточно быстро, ну не то чтобы незаметно, контента много, но пролетели. Мы говорили сегодня про повторные продажи. В первой части говорили с Игорем про то, как выстроить логические повторные продажи, что нужно делать, сколько времени нужно уделять привлечению, сколько времени нужно уделять работе с клиентами, реактивации клиентов. Во второй части говорили про Bittrex 24. Что можно инструментами CRM-системы Bittrex 24 сделать для того, чтобы повторные продажи состоялись. Конечно, мы сегодня не посмотрели на все инструменты. И, конечно, мы не проговорили все возможности. И поэтому я вам очень рекомендую записать из первой и второй части пару пунктов, которые ближе всего к вам. И идти туда. Что еще важно помнить? Сегодня мы попросили наших партнеров, которые сегодня отвечали на вопросы, прийти к вам чуть-чуть позже с вопросом, понравился ли вам контент, который был сегодня на семинаре, что из этого отзывается, что близко к вам, и как Bittrex 24 может вам помочь. Их помучайте про автоматизацию. Вот здесь закину, переложу немножко свои работы на коллег-партнеров. Помучайте про автоматизацию, позадавайте им вопросы, что там может быть, какие варианты бывают вообще. Коллеги расскажут вам кейсы из реальной практики, из реальной жизни, своих проектов, то, что не под NDA, но может быть без названия, как это помогает их клиентам, как может быть применим. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Мы поделимся материалами вам на почту, на которую вы регистрировались. Придет запись, придут материалы, которые мы сегодня использовали в вебинаре. Спасибо, что были. Надеюсь, что было полезно. И это повлияет на ваш бизнес. Он станет больше, выше, сильнее. Будет все классно. Спасибо, друзья, но счастливо.